Еще одно предприятие присоединилось к нацпроекту производительность труда. Компания Обувь России в ближайшие полгода будет заниматься оптимизацией производства, начиная от раскроя, заканчивая доставкой готовой продукции в магазины. Сюжет Ксения Петренко. В день по 300 пар обуви проходит через руки Ольги Пестеревой. Она мастер формовочного цеха. За 15 лет работы глаз наметан. Брак сразу увидит и не пропустит. Я слежу за качеством. Технолог помогает тоже следить за качеством. Также по всем операционным я проверяю качество. Чтобы сократить потери и повысить производительность труда, компания Обувь России решила присоединиться к национальному проекту. Шесть месяцев рабочая группа, которая создана на вашем предприятии, будет работать над пилотным потоком. Через этот период мы с вами создаем поток образец. Полученный опыт в дальнейшем вы два с половиной года будете тиражировать на другие участки вашего большого производства. Для старта проекта пока выбрали один цех. Группа экспертов будет оценивать, как работают мастера, сколько времени уходит на изготовление одной пары, как минимизировать потери и сократить брак. А это участок формовки. Сюда приходит вот такое изделие. Здесь на специальных аппаратах пятку и нос будущего ботинка нагревают, и они приобретают закругленную форму. А дальше пришивают вточную стельку и подошву. Руководство компании уверяет, сокращение персонала точно не будет. Расширять производство тоже пока не планируют. А вот снизить себестоимость – одна из основных задач. Самое основное, что мы сегодня считаем, что это сделать единицу продукции на 30% быстрее. Тем самым у нас появляется возможность сэкономленное время сделать на 30% продукцию больше. За ту же себестоимость, особенно общезаводские накладные расходы, которые есть, то есть экономический эффект по снижению себестоимости мы представляем для себя 5-7%. Сегодня к национальному проекту «Производительность труда» присоединились 32 предприятия региона. И все отмечают результаты хорошие. Эффект заметен уже через полгода. Первые результаты говорят о следующем. Вот были на КПД «Газстрой». Зарплата работника на вот этом пилотном участке возросла в полтора-два раза. То есть это очень четкий экономический эффект. Это один из ключевых проектов, направленных на реальный сектор экономики, где от предприятия практически требуется желание, участие и заряженность команды. В планах на 2021 год оптимизировать производство еще на 60 предприятиях Новосибирской области. Ксения Петренко, Константин Менин, Новости ОТС.